Наталья, приветствую. Давайте разберём вопрос ваш. Смотрите, вы говорите о том, как поставить свою жизнь на первое место, но и не опустить руку от тех, которые падают в пропасть. Наталья, мне кажется, что в данном случае вы с одной стороны пытаетесь сидеть на двух стульях, что уже само по себе является тревожным гуманочком, потому что вы отказываетесь сделать выбор, а выбор сделать нужно. Не бывает, точнее, не всегда бывает так, что можно и то, и другое сделать. Вот. Это прямой путь в тупик, когда вы не готовы от чего-то отказаться, но и не готовы принять то, что есть. Это первое. Второе. Как бы, на мой взгляд, на мой взгляд, вы здесь, конечно, подменяете понятие. Вы применяете желание помочь человеку, не потеряв себя и не предавая себя, желанием быть с тем человеком, который вам необходим, потому что вам тяжело. И, условно говоря, проще вот эту связь увидеть в то время, когда вы два года ждали человека и не начинали новых отношений. Что говорит о том, что вы достаточно сильно к этому человеку прикипели. Вот. Прикипение или слияние, как это называется, в, ну, допустим, парадигме того подхода, который мне близок, возникает в первую, вот, именно функционально, возникает, когда моё хочу, в данном случае, ваше хочу, ставится ниже, чем хотим, хочу у другого человека. И, соответственно, ваше хочу, ваше чувствую, ваше не хочу, подменяется аналогичными человеками. Вот. И возникает нарушение личных границ. Понятно, что с этим нужно работать и личные границы нужно, как бы, восстанавливать. Вот. Но я думаю, что здесь ситуация в какой-то степени отягощается тем, что у вас есть концепция спасительства. То есть, когда она помогает человеку. Вот. И вот эта вот история, что он в отчаянии, что он в пропасть и так далее. Ну, это, безусловно, но ни одна помощь не является помощью, но жертвой является, если человек предаёт себя в этом взаимодействии с другим. Вы себя предаёте, потому что вы не готовы продолжать отношения, вы, ну, как бы, вот, как я понял, себя пересиливаете, вот, и так далее. Да, можно, безусловно, можно и свою жизнь поставить на место, и человеку, на первое место, и человеку помогать. Можно. Но мне кажется, что в вашем случае, в вашем случае наручена достаточно сильная чувствительность, так называемая чувствительность себя. То есть, вы сами себя не чувствуете. Вы можете чувствовать боль достаточно сильную, но вот, как бы, более тонкий момент вы не чувствуете и не даёте ему хода. И мне кажется, что именно для вас невозможно на данный момент сделать то, что вы говорите. Вы можете либо предавать себя и жертвовать собой для другого человека, например, вы можете так делать, либо вы можете поставить свою жизнь на первое место, пройти через это, восстановить свою чувствительность и в будущем уже здоровым образом помогать другим людям. Ну, может быть, вот этому самому человеку, если ему помощь будет ещё нужна. Вот. По сути, я бы сказал, что сейчас речь идёт либо он, либо вы. То есть, либо он будет жить, а вы будете, соответственно, просто существовать как дополнение к нему, либо вы будете жить, а он, я думаю, научится жить сам. Следующий важный момент это прожить то, что вы до сих пор не можете прощать. Нет, это не обязательно прощать. Вот. Вы сами решите прощать вам или нет человека, но прожить боль от того, что вы не можете простить, это очень важно. Мне кажется, этого вы не сделали. Потому что, в целом, вы производите впечатление достаточно одинокого человека. Наиболее болезненный вид – это факт предательства, отказ признать, что человек не такой, каким вы его представляли. Человек не может принять, что другой не совсем тот, кто он думал тогда, когда человек игнорирует что-то в себе. Поэтому нужно то, что вы себе игнорируете, отыскать, научиться выражать, и вам не нужно будет поддерживать иллюзию того, что партнер тот, кем вы хотите увидеть, а не тот, кем он есть. Тогда элементов предательства в вашей жизни не будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. и там все под –